Яркая брещанка с зефирно-розовыми волосами Анна Захарчук родилась в 1986 году. В 2004 году закончила детскую школу изобразительных искусств имени Алонцева. После выпуска девушка забросила рисование, но два года назад чувство прекрасного вернуло её в живопись, после чего она стала активно писать новые работы. Уже сегодня творчеством брещанки любуются не только в городе Надбугом, но и на выставках по всей стране. Любила я рисовать с детства, творческим человеком была с детства. Закончила школу имени Алонцева, преподаватель замечательный Кондратюк Алина Антоновна. Всей душой за нас болела. Потом был творческий перерыв лет 16-17 и не писала от слова вообще. Года как два я начала работать с творческим коллективом Баттл Ассоциации Творческих Людей и Народным Клубом Наследия. И вот потихонечку с общими выставками как-то родилось во мне вот это вот чувство и желание дальнейшего творчества и развития. В основном художница пишет акрилом и акварелью, соединяя лёгкость и плавность линий с воздушностью цвета. Авторская техника Анны – 3D-роспись по стеклу, когда фрагменты картин рисуются на нескольких пластинах, наслаивающихся друг на друга. Всё гениальное давно придумано. Если любить историю и её изучать, можно понять, что нет предела совершенству. Когда я начала создавать 3D-работы, я вдохновилась театральным подмакетником Маринского театра. Мне очень понравилось, как рисуют декорации огромные. Они настолько огромные, чтобы понять, как это всё выглядит, выставляются в специальный планшет одно за одним и смотрят, как всё выходит и подходит. Подходит ли всё друг к другу и выстраивается ли проекция. Потом я начала дальше копать информацию и нашла книгу 18 века, источник для распространения информации. Такой, так сказать, первый телевизор. Вернисаж Анны Захарчук – настоящий уголок прекрасного, где дисканы и яркие акварельные работы погружат в мир тонких красок и нежных оттенков. На выставке представлено более 30 произведений талантливой художницы. Каждая из них воссоздает дыхание природы, очарование улочек, бурлящую жизнь в её волшебных мгновениях. Могу вас удивить, я бывший сотрудник этого музея. И сегодня я с удовольствием пришла на эту выставку, потому что я знакома с художницей давно достаточно. Выставка чудесная. Вот сама весна, как и Анна. Чудесные цветы, настроение. Вот сразу приходишь в этот зал и чувствуешь всё самое доброе, что существует в этом мире, оно представлено на этой выставке. Аня такая же, она яркая, она весёлая, она позитивная, она всегда, всегда, когда с ней встречаешься, приносит настроение хорошее. Поэтому я желаю ей только дальнейших успехов. Приятным сюрпризом для гостей выставки стал розыгрыш одной из картин Анны Захарчук. И победительница была в восторге от чудесного подарка. Я даже не хотела брать этот номерок, потому что думаю, мало ли как, кто подумает. Ну вот, удача. Какие у вас впечатления от работы Анны? От работы и картин? Ой, воздушная, воздушная выставка. Я сегодня пришла на работу, и прямо вот эти ромашки мне подняли на весь день настроение. Правда, я сама немножко тоже всегда занималась живописью, писала, всю жизнь мечтала. Если выйду я на пенсию, чтобы под картинами работать, вот моя мечта сбылась. Выставка будет работать до 9 апреля в художественном музее в Брестской крепости Герой. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Лимонтович, Новости Бреста.